Дождались. Сегодня с китайского Хайнаня вылетела последняя группа алтайских туристов, которые вынужденно продлили свой отдых. Беспечное бездействие. Краевые следователи продолжают разбираться в уголовном деле по факту халатности руководства Барнаульского лицея. Главная оценка. Зрители поблагодарили наши новости за неравнодушие и участие в судьбе героини. Барнаула придется заплатить самим, рассказала член правления региональной ассоциации туризма Наталья Гордеева. Она же сообщила, что власти Алтайского края обсуждали вопрос возможности предоставления льготной цены авиаперевозчикам. По состоянию на 17 декабря была информация, что только решался этот вопрос. Вывозят их на территорию Российской Федерации за счет средств помощи, вывозные рейсы. И далее до дома они добираются самостоятельно. Напомним, около сотни жителей Алтайского края не могли вовремя вернуться с острова. Срок оплаченных туров закончился еще 13 декабря. Всего же от действия китайского туроператора «Жемчужная река» пострадало более полутора тысяч российских туристов. Сейчас рейсы из Барнаула прекращены. «Жемчужная река» исключена из реестра туроператоров. Виновнику резонансной смертельной аварии Александру Руденко продлили срок заключения под стражей до 8 февраля. Такое решение вынесут Октябрьского района Барнаула. Однако материалы уголовного дела до сих пор не переданы в суд. Один из пострадавших все еще находится в больнице. Без медицинского заключения суд не может приступить к рассмотрению уголовного дела. Напомним, в СИЗО Руденко находится с 15 октября. Именно в тот вечер и произошло страшное ДТП в центре краевой столицы, которое унесло жизни женщины и двух несовершеннолетних детей. БМВ под управлением Руденко, проскочив на красный сигнал светофора, врезался в автомобиль Рено, где также находились двое мужчин, которых с тяжелыми травмами доставили в больницу. Краевые исследователи пойдут в Барнаульскую школу. Им предстоит дать правовую оценку действиям руководителей учреждения. О лицее с номером 101 стало известно всей стране после скандала, связанного со школьной дедовщиной. Тогда выяснилось, что группа подростков регулярно издевалась над 14-летним парнем. Теперь раскрылись новые подробности уже другой, не менее шокирующей истории. На этот раз сотрудники ведомства выяснили, что еще три года назад 11-летний лицеист прямо со школьной скамьи попал в больничную палату. Врачи поставили диагноз перелом ноги. Эту травму мальчик получил во время драки с учеником тоже из 101-го лицея. При этом руководители и педагоги образовательного заведения об этом факте знали, но, видимо, предпочли не вмешиваться в историю. Сейчас следователи региона подробно изучают аудиозапись законного представителя пострадавшего ребенка и завуча лицея. По уголовному делу создана следственная группа. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В учебном заведении изъято изучаются правоустанавливающие и иные документы. Следствием будет дана принципиальная юридическая оценка. Бездействие должностных лиц лицея расследование продолжается. С нулем очков в багаже Алтайбаскет уезжает. И столы местные пушкари из арсенала буквально расстреляли барнаульцев в двух матчах серии. Счет первого поединка 69-56, счет второго 69-47. В обоих играх барнаульцы провалили четвертые четверти. Впрочем, есть здесь и плюсы. Так, игрок Алтайбаскета Дмитрий Злобин в первом поединке набрал сразу 18 очков. Этот результат позволил вице-капитану занять восьмую строчку в недельном рейтинге лучших игроков недели в Суперлиге 2. Сейчас команда переезжает в Рязань. Там их уже ждет соперник с одноименным названием. Поединки запланированы на 20 и 21 декабря. Эти матчи станут заключительными для Алтайбаскета в уходящем году. Зрители поблагодарили наши новости за неравнодушие. Осенью мы рассказывали историю о женщине-инвалиде из Барнаула, которую хотят выселить из собственной квартиры за долги по коммунальным услугам. К нам в редакцию обратилась ее дочь, которая поблагодарила наш телеканал за участие в судьбе ее мамы. Благодаря общественному резонансу Светлане Шматьковой удалось отстоять права на свое жилье. Сейчас семья просит откликнуться жителей краевой столицы с просьбой передать ненужную мебель или строительные материалы. В квартире много лет не было ремонта. В ней уже поселились крысы, блохи, пауки и мокрицы. Сама женщина работает лифтером и воспитывает сына-инвалида. Иногда семье не хватает денег даже на еду и лекарства. И в завершении выпуска о погоде. Чем порадовать настоящего мужчину? Роскошной рыболовной снастью, праздничным сувениром или подарочным сертификатом решать только вам. Настоящие подарки для таких разных, но всегда настоящих мужчин в сети магазинов трофей. Многие мужчины мечтают о трофее. Трофей знает толк в подарках. В крае переменная облачность, местами снег, минус 12, Заменогорские и Тальменки, около 15 градусов мороза в Олейске, в Барнауле 11, ниже 0, и умеренный юго-западный ветер. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722 440. Полная картина дня в нашем вечернем выпуске. До встречи.